А чтобы ярче разыгралось воображение, сделай сам простые поделки из бумаги. Покажи друзьям бумажные приколы. Рисуй свои рисунки и наслаждайся поделкой. Первым делом подготовим основу для бумажной поделки, следующих размеров. С помощью линейки сделаем сгибы в нужных местах. Нанесем клей на самую тонкую полоску и склеим оба края вместе. Вот так. Подготовим еще две одинаковых детали с нужными размерами. Согнем каждую из них пополам, а также загнем в обратную сторону оба края. Получая немаловажные детальки для поделки из бумаги, нанесем клей на края до линии сгибов. С легкостью вклеим их во внутрь основной детали с двух сторон. Механизм для бумажного сюрприза готов. На белой бумаге шириной с поделку нарисуем любой рисунок. Я нарисую машину, в которой будут сидеть молодой Грю и его верные миньоны. Правда, в мультике он не ездил на машине, но для моей поделки ему придется это сделать. Вместо номера я напишу название мультика. И сразу приступлю к раскрашиванию. Обратите внимание на то, что я нарисовала только двух сидящих персонажей в машине. Еще нужно будет нарисовать два любых на выбор. Красота! Вырежем все это дело, оставляя небольшой белый край. Класс! Перевернем на обратную сторону и нанесем любой клей. Приклеим рисунок на основу поделки. А вот и мои дополнительные миньончики. Приклею их с двух боковых сторон. Прямо на внутреннюю полоску. Простая поделка из бумаги готова. Покажи друзьям самодельные бумажные приколы. Им будет очень интересно. Не ожидали? Правда, класс! Такой себе бумажный сюрприз. Открывающий глаз из бумаги, сделанный по технике оригами, своими руками. Сделай интересные лайфхаки для школы. Разыграй и рассмеши друзей. Простой поделка из бумаги. Выбирай, какую ты будешь делать. Ставь лайк и поехали! Всем привет! Вы на канале поделки-самоделки. И с вами я, Таня. Для начала, на белом листе бумаги формата А4 рисуем большого миньона. Только одноглазого. С двумя глазами поделка не получится. Свой рисунок я начала рисовать с того самого глаза, делая его закрытым. Потом увидите, для чего это нужно. После подрисовываю все части и детали. Поочередно. Туловище, рот, руки в перчатках, красивый комбинезончик и, конечно же, ноги с ботинками. Немного мелких деталей не помешает. А только улучшит желтого персонажа. Осталось его раскрасить, и мой рисунок будет готов. Напиши в комментариях, нравятся ли тебе миньоны. Вроде этой зимой будет новый мультфильм с миньонами и мистером Дрю. Не знаю, как вам, а мне так хочется лето. Уж больно оно быстро пролетело. Люблю солнышко, море и песок. Поэтому, наверное, и для поделки использовала желтого персонажа. Кстати, если присмотреться к его голове, она похожа на солнышко. Или у меня буйно разыгралась фантазия, или я так сильно скучаю о летних деньках. Даже не знаю. На втором листе белой бумаги я нарисую злого Амонгас. В красивом красном костюме с рубашкой и галстуком. Про рюкзачок тоже не забуду. И хвост у него будет на конце со стрелой. Здесь в итоге будет открываться глаз. А вот тут подрисую руку, держащую посох с трезубцем огненным. Раскрашу рисунок, придавая некоторым деталям объем белыми бликами. А также сделаю тени. С ними рисунок будет выглядеть намного лучше. В предыдущем видео я делала обзор на маркеры, которыми раскрашиваю. Кто не видел, обязательно посмотри. Для большого рисунка понадобится определенный оригами глаз, который я сделаю с квадрата 10 на 10 сантиметров. Складываю квадратную заготовку по двум диагоналям пополам. Затем один из углов загибаю к центральной линии сгиба. Раскрываю его и на этот раз загибаю к только что получившемуся сгибу, первому. Складываю по сгибам всю сторону до центра. Хорошенько проглаживаю пальчиками и с обратной стороны проделываю такие же действия. Переворачиваю на обратную сторону получившуюся деталь. Загибаю к центральной линии правую и левую стороны. Далее смотри внимательно, как я буду загибать каждый уголок по диагонали. От одного сгиба до другого, сгибая весь уголочек. Оригами глаз почти готов. Прижмем уголки вместе и перевернем на обратную сторону, держась за них. Раскройте свою оригами поделку и наслаждайтесь своим творением. Далее сделаем надрез у Амангас. Вот в этой части. Вот так. Перевернем рисунок и на сделанный вырез наклеим глаз, используя любой клей. Будь уверен, такой лайфхак для школы очень будет интересным. Друзья и подружки заинтересуются твоей поделкой или бумажным сюрпризом. Сюрпризом и будет скрытый глаз или фокусом. Как угодно. Посмотри и оцени, как смотрится бумажная поделка. Очень круто. Повторим надрез и у миньона, сделав его прямо здесь. Перевернем и приклеим глаз. Только немного по-другому я его раскрасила. Здорово, не правда ли? Идея такого бумажного сюрприза мне очень понравилась. А тебе? Пиши в комментариях. Давай вместе сделаем милую поделку из бумаги, своими руками. Вертящаяся поделка будет классным лайфхаком для школы. Подготовим главную заготовку для бумажной поделки. Начертим на ней нужный чертеж. С размерами, которые ты видишь на экране. Канцелярским ножом или маленькими ножницами сделаем надрезы с двух сторон по вот этим линиям. Просто повтори за мной и все. В итоге у вас получится вот так. С помощью линейки или просто руками согнем сначала одну сторону, до первой начерченной линии. Хорошенько прижимая пальчиками сгиб. Затем перевернем заготовку и согнем так же, как сделали это только что. Смотри, как забавно получилась будущая поделка из бумаги. Отложим ее пока в сторонку и возьмем листочек бумаги следующих размеров. Рисуем на нем любой рисунок, который ты захочешь. А пока я рисую, у тебя есть время подписаться на канал поделки-самоделки. Нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе нового видео. Оценить бумажную подделку с милыми рисунками. И подарить ему свой самый лучший лайк. Напиши в комментариях, какой рисунок для своего лайфхака для школы нарисовала ты. Уж очень интересно. Мой рисунок с милым котиком почти готов. Осталось его только раскрасить и все. Скоро ты увидишь, что у меня получилось. А так же нужно будет подготовить еще один рисунок. Ведь наша поделка двигается. Ну вот, на мой взгляд, получилось отлично. А вот и второй рисунок. Это Том. Пусть их отличные отношения будут вместе навсегда. Вклеим каждую картинку на центральную вертящуюся часть. Смотри, как это сделать правильно. Первый рисунок приклеим обычным способом. Нанося любой клей. Затем перевернем, как я, и вклеим второй рисунок. Так же обычно. Предварительно нанеся клей. Теперь твоя подделка из бумаги будет вертеться правильно. Красота и отличная идея на день рождения. Волшебная открытка, которую можно сделать своими руками. Из бумаги. Я ее назвала открытка с шевелящими глазками. А вот еще одна. Тоже классная и двойная. Так можно отображать свои чувства кому-либо или показывать свое настроение, которое может меняться. Шевели глазами на своей бумажной подделке и удивляй друзей завораживающей открыткой. Нарисуй свои глазки и сделай волшебную открытку с фокусом вместе со мной. Для открытки первым делом возьмем обычный лист белой бумаги. Складываем его пополам. Берем гелевую ручку или черные специальные линеры. Нарисуем одного из персонажей известного мультика. Надеюсь, все ее узнали. Если да, напиши, как ее зовут. Рисовать как у меня не сильно получается? Тогда просто срисуй рисунок с интернета. Сразу раскрасим черные детали, чтобы не возвращаться к этой теме. Какие красивые, выразительные и большие глазки получились. Подрисуем волосы, ушки, шею и, конечно же, про кулон не забудем. Руки с интересными перчатками, как у Таноса. А вроде и нарисовала все, что хотела. Ах да, волосы дорисовать нужно. Теперь-то точно все. Осталось всю красавицу раскрасить цветными маркерами. Ну а пока я раскрашиваю, у тебя есть время поставить лайк. Подписаться на канал Поделки Самоделки, если, конечно, ты еще не подписан. Нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. Пригласить друзей и подружек на канал. Пусть и они будут с нами вместе. Ну и дальше смотреть, как я делаю волшебную открытку на день рождения, своими руками. Раскрашиваем все, кроме глаз. Вот что у меня получилось. Канцелярским ножом или маленькими ножницами аккуратно вырежем оба глаза, оставляя черный контур. И, конечно, при вырезании не забудем раскрыть открытку. Зомби-девочка получилась. Но не переживай, открытка будет красивая. Раскроем еще раз и вложим вовнутрь пустой белый лист, размером с половину листа А4, то есть А5. Закроем открытку так, чтобы лист, который мы только что вложили, торчал сверху где-то на один сантиметр. В пустых глазах рисуем все, что хотите. И я, конечно же, первым делом нарисую ее настоящие глазки, как и должно быть. Подниму вверх внутренний лист, опустошая глаза. И на этот раз нарисую спиральки. Еще подниму лист вверх, нарисую сердечки. И так продолжу рисовать разные глаза, пока лист не закончится. При этом не забывай раскрашивать все нарисованное. Есть подружка, которая любит шопкинс? Тогда смотри, как сделать мини-шопкинс своими руками. Точнее, открытка шопкинс из бумаги, которую можно подарить любимой подруге на день рождения. Или просто так. Яркая, красивая и необыкновенная, заслуживающая твоего лайка. Смотри, как ее сделать дальше. Для открытки нужна обычная цветная бумага двух цветов. Нарежем ее, чередуя цвета по размерам, которые видите на экране. Сложим каждую бумажную заготовку пополам. И сразу же приступим к сборке оригинальной открытки шопкинс. Склеим все заготовки, начиная с самой большой и заканчивая самой маленькой. Приклеиваем каждую деталь по очереди, одна за одной. Наклеивая только одну половину, как я. Если что-то непонятно, жми на паузу и пересмотри еще раз. Основа под открытку шопкинс из бумаги готова. Складываем ее в книжечку. Компактно и классно. Идея просто бомба. Декорируем лицевую часть открытки шопкинс, а также и внутреннюю. Декор твоей бумажной поделки может отличаться от моего. Нарисуй свои рисунки из любой серии шопкинс. Оформи открытку особыми рисунками, линиями или чем угодно. На свое усмотрение. Вот какие рисунки подготовила я. Самый большой я вклею вот сюда. Да, кстати, если вы заметили, рисунок у меня немного меньше, чем размер квадрата, в который я его вклеиваю. Раскрою всю открытку и еще приклею самодельные рисунки в разные места. Заполню все пустые квадратики, рисуя и подписывая открытку шопкинс. Дари радость своим подружкам и будь особенной творческой личностью. Всем просто чудесного солнечного настроения. С вами была Таня. До следующего видео. Пока-пока.